Прошу, прошу, пана, догулякай. Неподконтрольный Донецк. По ту сторону линии разграничения группировка ДНР ввела ограничения для пенсионеров. Режим самоизоляции для людей старше 65 лет. Несмотря на зафиксированные случаи, заразиться COVID-19 боятся не все. Две маски есть, но не ношу, пока не ношу. Пока не ношу маски. Мы тут пока ходим. Но в магазины, говорят, мне не проходилось так. В киоски продают без маски. А в магазин, говорят, только в маски заходят. Ну, тут есть у нас магазинчик. Два раза в неделю хожу, вот это хлебушек, там еще что-то до хлебушка. Ну, вот эти ж вот всем. Комсичку, какой-то бычочек. Сейчас бычков нет, черноморки нет. Ну, беру то, что есть и кормим. Ну, я тут возле дома пойду, там скуплюсь, там хлеба возьму, что мне надо взяла, и все, я никуда не хожу. Я не могу в транспорт, меня нога вот эта валит. А почему я буду бояться? Я никуда не хожу. Вот только на улице погуляла и все. В троллейбусе я не ездила, в Аптович так же. Ни с кем не целуюсь, за ручки не берусь. Домой прихожу, руки мою хорошо, и все. Вот они говорят, там кто что пишет, кто 100 грамм выпей, кто то, что чеснок, кто лук кушай. Это ничего не поможет. Этот иммунитет должен сработать против вот этого вируса. Каждый год люди болеют, и гриб каждый год. Надо поехать за лекарством, а тут нет такого лекарства. И боюсь ехать куда-то дальше. Из-за угрозы коронавируса все КПВВ закрыты. Выехать на подконтрольную территорию за украинской пенсией теперь невозможно. Пенсионерки, с которыми нам удалось пообщаться в Донецке, по этому поводу не переживают. Уже несколько лет женщины никуда не выезжают и получают выплаты в рублях. Я езжу вот эту ДНРовскую, а на Украину я не езжу, не получаю. Вы видите, что делается. Две тысячи у меня украинской, так что этих две тысячи. И уже сколько я вам не получаю. Меня сын помогает. Меня сын шахтер, он мне помогает. Он за квартиру платит. Таблеток мне на полторы тысячи покупают. Я не доеду в Украину. И мой дедушка умер, он не получал пенсию. Потому что мы не доедем туда. Если в автобусе я не хочу умереть, а лучше я в этой. Пока у меня сыночек живой, я желаю, чтобы он только меня похоронил. Дедушку похоронили на Лозовском. Уже полтора года как лежит. Вот. Ну, а я жду своей участи. Уже не нужно, если я столько лет не получаю. А теперь зачем она мне нужна? Скажите, туда мне ничего уже не надо. Ну, ездить получают, но это вот там сила канителя. Ужас. Это уже не для нас. Люди это, едут машинам, платят деньги. Вот молодежь-то всяк-то. А куда мы поедем? А дед, пенсию отдать и туда приехать, пенсию отдать. Оттуда пусто приехать и голодовать, да? Дорога дорогая. Допустим, он если самому сидит. Не давали, так никому не давали. Ты еще сюда-туда. Отдавали, да, все. Ага. Девочки. А то живут, наживаются, деньга мои эти машины. Что я пенсию, отвезу пенсию туда. Или обмахают, или обдурят. Несмотря на заблокированный проезд и доступ к банкоматам, возможность получить украинскую пенсию есть через посредников. В одном из городов на неподконтрольной территории мы нашли место, где пенсионер может обналичить выплаты со своей картой Ощадбанка. Посредники регистрируют через мобильное приложение банков, звонят на горячую линию и с помощью автоответчика снимают установленные лимиты. Затем гривны переводят на свои карты, а пенсионеру выдают российские рубли по заниженному курсу. На руки деньги выдают уже в другом месте для конспирации. За все эти услуги посредники берут комиссию. 5% от начислений. Снять ее пенсию вам надо, правильно? Индификация, индификация. Садите бабушку в такси и приходите. С бабушкой с телефоном, с карточкой. Показывайте бабушку и можете увозить. Если у нее просрочено, но деньги есть, если ей приходила пенсия, смс-ка ей приходила, ну так и шо, мы же не пенсионный фонд. Мы снимаем то, что уже на счету есть. Это точно не мыть. Только туда на Украину, по-другому никак. Или тогда, когда, не дай бог, ваша бабушка не станет ее, вы быстро получите деньги сравнительно. Не знаю. Все зависит от того, как будет зарплата. А у нас нет гарантина такого, чтобы я не мог выйти из дома и не заработать денег. Если до конца месяца хватит. А у меня нет возможности удаленно работать. Я пенсию получаю, хватает. Смотря на сколько он затянется. Если надолго, то нет. Так мы все работаем. Как зарплату заплатят, так и будет тут деньги. Не знаю. Нет, не хватит. Нет, не хватит. Нет, у меня такая работа, что удаленно не поработать. Мы не на карантине, мы работаем. Мы работаем. Хм. Нет, нет. Нет. Не хватит. Нет.